Сегодня вашему вниманию скумбрия с зеленью, запеченная в фольге. Для приготовления этого блюда я возьму 2 тушки скумбрии, 20 граммов сливочного масла, 2 луковицы, лимон и зелень, укроп, петрушка. Для подгарнировки пойдет помидор. Помимо этого мне потребуется соль, перец и по желанию можно использовать какие-то приправы для рыбы. Я разделаю рыбу, отделю голову и уберу хвост. Помимо этого я тщательно прочищу в середине рыбу и поубираю все плавники. Хорошо помою, вытру ее и пока отставлю в сторону. Приступлю к приготовлению начинки, которая будет состоять из зелени. Укроп и петрушка. Они измельчаются мелко. Помимо укропа и петрушки вы можете брать любую еще и другую зелень или что-то одно использовать. Это уже рассчитано на вашу фантазию. Я возьму размягченное предварительно сливочное масло 20 граммов и смешаю с зеленью. Достаточно легко происходит смешание такое. Необходимо немного будет это присолить с тем, чтобы придать лучший вкус. Зелень будет и пикантность некую придавать нашей рыбе в готовом виде. Масло придаст такой тоже приятный вкус. Она будет более жирненькая, хотя скумбрия и так достаточно жирная такая рыбка в основном. Возьму лимон. Где-то ориентировочно пол лимона я нарежу на половинке. Часть пойдет для начинки и часть потом для подгарнировки и украшения рыбы уже, когда она будет готова. Скумбрия вообще очень полезная рыба, очень вкусная. И о ней можно говорить, конечно же, часами. Я подготавливаю кольцами лук, режу его. И когда уже практически готово это все, можно приступить к выкладыванию уже рыбы на фольгу. Я беру два слоя с тем, чтобы жидкость нигде не просочилась, чтобы оно не прорвалось. Сначала я кладу подушку, делаю из лука. Потом сюда положу рыбу. Я ее заполню содержимым зелени и масла. Добавлю немного лимона. И пока я это делаю, хочу вам интересное такое небольшое стихотворение про скумбрию прочитать. Сейчас по газетке разложится слюну, заставляя вскипать ее золотистая кожица. И плоти упругая гладь. Любовь, испытание трудное. Но если зловонно маня, на ужин прикуплена скумбрия, вы в гости зовите меня. Если это про вас и для вас, то, пожалуйста, в гости, потому что у нас сегодня на ужин скумбрия. Ну и в тему, конечно же, анекдот. Диалог на привозе в Одессе. Ой, что-то ваша скумбрия не золотится. Дамочка, вы собрались на нее желание загадывать или таки кушать? Ну, вот такой анекдот. Если кому желание загадывать, у нас на канале есть салат «Золотая рыбка». Пожалуйста, можете обратить на него внимание и загадать желание. Там, кстати, описано даже, как их загадывать. А мы в это время подготовили скумбрию одну. Точно же таким образом мы готовим и вторую. У нас идет, повторяю, подушка такая из лука. На нее мы посолим, поперчим какими-то приправами своими для рыбы. Делаем скумбрию. Внутрь мы заполняем скумбрию такой нашей приправкой, заправкой из зелени. И сюда же мы положим пару кусочков лимона. Ну, зависит от размера, конечно, скумбрии. Остальной лимон позже мы используем. И мы нашу скумбрию вот так вот закутываем в такое вот одеяльце из фольги. Выкладываем это на противень. Предварительно у нас духовка разогрета до 200 градусов. Мы отправляем наш противень в духовку. Ориентировочно 20-25 минут. У меня рыба постояла 25 минут. Я отключила, и потом она у меня еще постояла с полчаса, остывая. И вот я ее раскрываю. Аромат идет неописуемый. Вот когда пишут про зловония какие-то, это не про скумбрию. Это однозначно. Пахло очень аппетитно. Я выкладываю на блюдо. Подливочка, которая осталась, она тоже очень вкусная. Поэтому я рыбку потом этой подливкой полью слегка. И для гарнира я использую картофель. И вот эту подливку тоже можно и в картофель будет потом использовать. Выкладываю и вторую рыбку. И теперь осталось красиво украсить. С тем, чтобы моим родным было приятно употреблять это чудо. Это реально должно быть вкусно. Выглядит очень аппетитно. И главное, очень аппетитно пахнет. Я поливаю, вы видите, подливкой, как я и сказала. Сверху я еще возьму лимон. И лимоном тоже слегка сверху полью ее, рыбку. Ну, а потом уже каждый сам себе тоже может использовать лимон. Украшаю зеленью и использую потом помидоры и лимоны для украшения этого блюда. Скумбрия не только полезна, но очень удобна в употреблении. Потому что она не костлявая рыба. И когда вот таким вот образом я ее приготовила, очень хорошо будет кость отделяться. И поэтому такую рыбу рекомендуют даже детям маленького возраста. Потому что реально косточки убираются. И употреблять можно достаточно безопасно. Очень хорошо подходят к этой рыбе помидоры. И поэтому я вот их использую и для украшения, и для употребления. Заканчиваем украшение. Ну, получилось у нас вот такое вот блюдо на ужин. Приятного аппетита! Оставайтесь с нами. До новых встреч на нашем канале!